Везде сейчас все тает и грязно. Мы стараемся сейчас приводить все в порядок. Но, мои хорошие, нам очень нужна помощь. Мы сейчас убрали здесь бытовку, потому что будет новый вольер. Поэтому провода у нас пока подвешены вот так. Но это тоже работа, и нам нужна помощь электрика. Дальше что? Здесь мы поднимаем провода. Видите? Вот так. То есть осталось делать совсем немного. Работа ведется. Что бы ни происходило, работа продолжает вестись. Собак по-прежнему осматриваем. Скоро у этих детей, которые сидят у нас в железном контейнере, скоро у них будет вот здесь вот такой вольер красивый. И они будут бегать. Там тоже много места. Там 6 на 12. Но, ребята, все-таки улица есть улица. Так, здесь наши дети. Как видите, у нас сейчас чисто, хорошо. Гравием мелким, правда, но надо бы еще мельче. Нам очень, очень нужны стройматериалы. И я прошу у вас помощи. Вот такие у нас дела. Кимба, моя девочка. Ай, бег мой. Мои красивые дети. Мои хорошие. Так. Конечно, по этому болоту очень тяжело. И ноги липнут. Ноги. Ноги липнут. Вот. Ну, ребята, это издержки. Издержки нашей работы. То, что мы не успеваем, то, что у нас пока не получается. Все у нас наладится. Друзья, у нас есть трубы. У нас есть трубы, но у нас нет профиля. Нам нужен вот такой профиль. 40 на 20. Друзья, очень нужен профиль. Вот такие у нас будут вольерчики. Вход вот из этого вольера будет в бытовку. Вот эти вольеры будут привязаны к бытовкам. Четыре вольера. Вход, бытовка изнутри будет разделена на четыре части. Каждый вольер будет сидеть отдельно. И зимой там будет тепло. Потому что в эти вольеры мы будем сажать малышей, стариков или тех, кто голенький. И на морозе ему холодно. Именно такие вольеры мы сейчас планируем. Да, солнышко? Мамины мои. Мамины мои хорошие. Друзья, приют – это не только кровь. Это не только боль. Это радость, ребята. Радость от проделанной работы. Радость от счастья, что что-то смогли. И посмотрите, как много мы с вами смогли. Не только боль. Это и радость, и счастье от того, сколько сделано. И как много мы с вами смогли и успели. Друзья, спасти 800 собак – это чудо. За 8 месяцев бешеной стройки, вывоза. Все у нас вот так происходит. Видите, ребята? Трубы у нас есть. С прошлого года трубы есть. Мы их закупили. Но, ребята, профиля нет. У нас нет профиля. И я прошу вас, пожалуйста, помогите нам. Ходить, конечно, еще очень тяжело. Практически вообще болото есть болото. Крайние вольеры, ребята, мы делим. И вот возле одной бытовки у нас получилось 6 вольеров. 4 в ряд. И 2 угловых мы еще разделили, потому что большое расстояние. Ну и мелкотанное. Малышей мы только-только что сейчас выселили. Из бытовки выселили на свежий воздух. Прикольте, медвежата у нас. А по попе там ругаться будете? Сейчас мама пройдет. Мои красивые мамины. Да-да-да. Сейчас, как только сделают бытовку... Малыши будут пересажены именно в эти большие вольеры, потому что их много и места им надо больше. Плюс им отсюда удобнее всего входить в бытовку. В будках будут спать взрослые собаки. А здесь у нас спят малыши. Здесь вольерчик и здесь. Вот видите, вольерчик будет. Большой вольер. Это для самых маленьких, которых много. Сейчас закончат там и будут делать здесь. Здесь, ребята, делаем подиум. Вот, из двух вольеров сделали два небольших. Здесь будет по две-три собаки. Вот такие у нас дела, ребята. У нас заканчиваются стройматериалы. У нас реально, вот правда, ну... Лето, весна, оно так быстро пролетает, и мы просто не успеваем. А нам надо успеть, друзья. В этом году хоть не только вывезти собак, но и начать налаживать быт. К тому же, друзья, я приглашаю вас в гости. Пожалуйста, приезжайте к нам в гости. Как можно больше. Приезжайте. У нас правда хорошо. Весело, радостно. Боль тоже есть. Но, ребята, в большей части у нас все-таки по-доброму все. И это благодаря вам и вашей помощи. Хорошие мои, приезжайте в гости. Воду пока приходится таскать вот так ведрами, друзья. По глине, по грязи. Это очень тяжело. Это реально, ребята, очень-очень тяжело. Но все у нас скоро наладится. Понимаете, мы сделали самое главное. Ребята, мы вывезли с вами 800 собак. 800. У нас осталось там еще 400. Меня иногда спрашивают, почему не совпадают цифры. Цифры не совпадают по одной причине. Что пока мы медленно вывозим по 10-15 собак, в это время под забор нам кидают мам с детками, котят кидают. И за счет вот этого, плюс мы вывезли около 60 собак из Стербунской усыпалки. Именно отсюда взялась цифра не 300 уже, а 400. Мы все понимаем, ребята. Понимаем, как это трудно и как это тяжело. И что основная нагрузка ложится все-таки, друзья, на вас. Но я вас очень прошу. Пожалуйста, пойдите нам навстречу. И помогите нам. Помогите, мои хорошие. Сетки у нас. Привезли 20 рулонов. Но мы сделали... Я сейчас подойду. Мы сделали 6 новых вольеров. Вот, эту сетку приготовили. Будем перегораживать еще угловые вольеры. Что мои золотые. Как видите, мы перезимовали. Мы подрастаем. Да, и мы хорошие. Маленькие мои. Друзья, нам очень нужна глистогонка и капли от блох. Если можете, ребята, было бы очень желательно, если бы вы нам вот такие подарки передавали. Здесь, ребята, еще у нас не закончено, потому что делалось на скорую руку. Вот, все это обязательно будет переделываться, когда основная масса собак будет перевезена. Здесь нам необходимо сейчас между проходами, вот так, девочки, мальчики, друзья мои хорошие. Нам нужно геополокно. Мы его расстелим, утрамбуем песочком, насыпем гравий. И тогда у нас не будет этой грязи и ничего у нас проваливаться не будет. Плюс обязательно в этом году будет сделана дренажная система. В прошлом году мы просто не успели. У нас не было на это ни сил, ни финансовых возможностей. Дренажная система необходима. Просто жизненно необходима. А пока у нас все вот так. Мы веселые, мы хорошие, да, мы ласковые. Пожалуйста, друзья, приезжайте к нам в гости. Приезжайте, мои хорошие. Флорик, солнышко мое. Ай, ты мой золотой. С тобой гуляли, деточка моя. Сейчас гулять пойдем, маленький мой. Мы мусор укладываем в пакеты и из-под корма. Но их не хватает. Если у вас есть возможность, будем благодарны, если подарите нам мешки. Мешки для вывоза мусора. Большие, плотные, любые. На ваше усмотрение. Будем искренне и очень благодарны. Вот здесь еще сидят немного собак. И мы ждем, когда мы сможем выпустить их, чтобы сделать вольеры. У нас еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. У нас еще девять бытовок без вольеров. Девять бытовок, друзья. Мы пытаемся, мы стараемся. Но, ребята, у нас полностью закончился профиль. У нас нет профиля, чтобы варить дальше макеты. Сейчас здесь делаются вот последние вольеры. Здесь шесть вольеров. Это последнее, на что мы смогли собрать наши средства и деньги. Друзья, нам очень, очень нужна ваша помощь. И что, мои хорошие? Что, мои красивые? Маминые. Медвежата. А вот эти, помните, медвежонки? Были у нас в первой бытовке. Крошечные, крошечные. И вот такие красивые дети у нас растут. Растут красивые дети. Хорошики мои. Маминые. Почему-то не хочет ни с кем жить. Да? Только с людьми общается. Вот. Вчера отказался, вот два дня как отказался кушать. А сегодня мы ему сделали витаминки, и он начал кушать опять. Он, видишь, тягает за собой матрас. Он сейчас сидит один, потому что он не хочет ни с кем больше сидеть. Да, малыш? Хорошо. Так, ты, деточка, посиди здесь. Вот. Специально отсадили его одного, чтобы подкормить. Так, теперь напротив. Напротив у меня и малыши, которые кашляют. Вот. Трех малышей, которых я нашла в вольере и отсадила. Это те, кто у нас кашляет. Да, ребята? И завернуть немножко надо в опилки. Вот так. Вот здесь у нас малышка очень тяжелая девочка. Вот она. Она тоже кашляет. Вообще очень тяжелая девочка. Просто очень тяжелая девочка. Главное, что ее два дня назад стерилизовали. И после стерилизации она резко закашляла. То есть она была нормальная, все веселая в вольере. Мы взяли ее на стерилизацию. После стерилизации через сутки она начала резко кашлять. Возможно, это просто упадок сил после стерилизации. Сейчас малышка сидит одна. Вот. У нее мяско специально, чтобы подкормить ее. Потому что девочка маленькая, крошечная. После стерилизации еще и кашель. Она ее колет. Ей дают таблеточки и сиропы. Плюс подкармливаем специально еще курочкой. Ребята, мы тянем сразу две линии бытовки. Сразу тянем две линии. Когда мы дотянем их до конца, нам хватит места, чтобы перевести всех животных. Итого у нас будет четыре линии. Нет, пятая линия это от домика бытовки. Друзья, пожалуйста, помогите нам. Я очень вас прошу. Помогите нам, пожалуйста. Эй, играем? Да, козлята? Ты мой золотой медвежонок. Мамин красивый. Такой симпатичный. И тебя никто не замечает. Вот такие маленькие крошечные дети у нас есть. Это взрослые дети. Это взрослые дети. Это взрослые дети. Это крошечные взрослые дети. Это, ребята, те, кого мы спасли из тербунов. Вот откуда у нас 400 собак. Это вот эти крохи, которых мы с вами спасли и вывезли. Это взрослые дети. Что бы ты planesicked? Компируем их�нировали? followed. За Quindi если мы восстановим ее для тех, как малыш в парадокthey, Продолжение следует...